Такая, что это будут некоторые последовательности лекций, ну последовательности уроков, каждый из которых будет принцип, не зависимо от другого, но они будут на одну тему. И потом придет на больше, получит больше трек, больше трек. Придет на один, тоже получится. Судя по всему будет про женщин. Ну, по крайней мере, я как-то, у меня было несколько идей, несколько раз. Возникало, нет, это ни в коем случае не повторение того, я никогда не делал одного и того же, но у меня в нескольких разных случаях у меня была идея сделать путь про все еще в Талмуде и все такое. У меня как-то вот все это обламывалось, как-то не получалось. И вот, может, сейчас получится. Что? А, уже в записи? Ну, давайте-то начинать. Давайте повторим Мишну, поскольку мы ее наверняка забыли. На странице Ламед Гимм Ламуд Бет ближе к концу. Прости. 145. А, нет, 140, извините. Это Ламед Гимм Ламуд Бет ближе к концу. 143, пожалуйста. Да, Мишна. Да, Рабелезер говорит, что человек может взять некую щепочку. Мишлефанав, судя по всему, это имеется в виду то, что у него есть в доме щепочку, уже готовую щепочку в доме. И поковырять ей зубы. Все это понятно в Йомцев. У Мегабе в Минахоцеру модлик. И может смести мусор всяческий со двора и сжечь его. О, Шмуэль. Здрасте. Потому что все, что находится во дворе, считается приготовленным. Да? То есть, как бы, дозволенным к использованию. А Мадрец говорит, что он может собрать только наоборот. Только то, что в доме мусор есть. Или даже может быть уже сложенное, подготовленное. Там солома всякая, вот эта всякая дрянь. И вот это вот он может собрать и сжечь. Вот. И Раша добавляет, а в Минахоцерлоу или вадакин. Это можно. Он говорит, но со двора он не может сметать. Потому что, потому что они тоненькие. И то, что они там на прежний день, ну, в смысле, вчера они были как-то там порезаны. Это не значит, что они приготовлены. Это не значит, что они подготовлены к сегодняшнему дню. Это еще не значит. Еще раз. Мадрецы говорят, что то, что как бы валяется во дворе, в смысле, то, что в доме, оно считается приготовленным. Поэтому это то, что называется имляфаналов. Не-не-не, курица-то ладно, курица тут ни при чем. Нет, потому что здесь есть отдельная работа собратьев. Сместить их со двора. И он замечает, что то обстоятельство, что они оказались нарезанными, это еще не значит, что они подготовлены к праздничному употреблению. С точки зрения арабелезера, возможно, значит. Мин хацэл модлик бэм, да. Мин хацэл модлик бэм, да. Он говорит, Рашли добавляют еще так, что из этого следует, что нам кажется, что из этого, нам Раши, кажется, что из этого следует, что ламыд гима ламу далиф шмоль, в конце мы мишну повторяем. Нам кажется, что из этого следует, что они будут расходиться с арабелезер и по поводу зубочистки. Зубочистку он вовсе не может как бы себе изготовить, меультер, отказывать. Ну, в смысле, что он не может просто так взять палочку и покорять ей зубы. Он должен специально изготовить зубочистку на хану. По мнению мудрецов. Мудрецы на одну ступень устражают всю, по всему спектру, да. Табелезер говорит, что он может взять любую палку из дома, ковырять ей зубы, а во дворе смести весь мусор и сжечь. Мудрецы говорят, нет, он может только в доме весь мусор смести и сжечь, а палку он должен для зубочистки, он должен сгадаровать заранее. Это вот та часть мишны, которой мы сейчас будем заниматься в Гемале. Дальше они говорят еще действительно очень такую загадочную фразу про то, что «эн муцеим — это угр». «Ломена ицимы, ломена ванимы, ломена афар, ломена рафимы, ломена майны». Да, и не издекают огонь ни из дерева, ни из камней, ни из земли, ни из черепицы, и ни из воды. Гидролиз, гидролиз. Да, гидролиз, да, в Фейсбуке там мы еще порезвились на эту тему, а пока Ань просто написал. Я не знаю, что мы пошли с сыном на космическую фразу, и там нам объяснили, что космические ракеты, они здесь не только в воду, а в огонь как-то не прорываются. Водород с кислородом. А Наталья там напомнила, что в «Сефир и Сера» это такая самая ранняя мистическая книжка, которая вообще известна, судя по всему. Ну, они ее по-разному датируют, но, в принципе, она более-менее современная мишня, так, судя по всему. Один из процессов творения, там один из первых процессов, чуть ли не третий, третья ступень, по-моему, или вторая, называется «Эшмимайм» — «Рождение огня из воды». Ну, это такие космические огонь и вода, понятно, суперкосмические, божественные. Вот, так что... И трудно сказать, потому что, во-первых, они, как видите, употребляют здесь разные слова. Я как раз правильно это медитировал и думал, что могут ли это быть одни и те же мудрецы. Думаю, что нет, потому что те употребляют слово «эш», а здесь употребляется слово «угр». Да, по всей видимости, это все-таки люди с разной лексикой, как бы. Здесь же они жили, здесь же они жили. Где бы они еще жили? Не-не, они здесь жили, по всем мнению. Может быть, они даже раньше. Ну, что это узнать? Дело темное совсем. Это такой источник, у которого нету, как бы, параллельных... Ничего ему параллельного нет. Нельзя понять. Это не литература, как бы. Да, «зор» — это литература. «Талмуда» — это литература, понятно, да. Что там, как взаимодействовать. А то он ни с чем не взаимодействует. Это книжка. «Сыра» — это книжка, как бы, да, и все. Не было школы местеча. Школа «Ихалот», например, была. Но они разные. Они, по-видимому, современные, но разные. Разные. Кастиль очень. «Сыра» — «Ихалот» как раз близка к «Талмуду». Там те же мудрецы. А там никаких имен не упомянут. Ничего. Переписывается Авраам Али. Очень интересная книжка и довольно загадочная. Что по почвам, да, ну, понятно. Это всегда мне напоминает, как я был в этом дворце в Стамбуле Тупкопик, где есть залы священных предметов. Ну, там есть плошка Авраама, вину. И так серьезно написано. Там третье тысячелетие до нашей мели. Посох там. Посох Мошея, которым он рассекал море. Вот это вот все. Там такая невзрачная палочка стоит. У тебя вот по внушению не было. И что-то там еще смешное было. Тюрбан Йосефа. И шашка Давида. Шашка, потому что она выглядит, действительно, такая черкесская шашка. И лет и на 100 марта. А так серьезно написано. Там тысяча десятых годов до нашей... Что? Я с военными глазами увидела... Нет, шашка. Меч называется меч. Что? Я с военными глазами увидела частицу мощей Архангела Духарида. А, тоже хорошо. От маски летом она не узнала в работе. Это молдавский. Это анекдот. Я говорю о реальности. А сколько вагировано? Да, понятно. Вот. Мешна заканчивается словами Вэйм Мальбин, это Рафим Лацилот Бэйм. И не надо раскалять черепицу, чтобы на ней потом что-то поджариваться. Там дальше в гемаре будет объяснено, что почему. Дальше мы немножко продвинулись в гемаре, да? Я, наверное, не буду... Ну, не на такой степени, что там яичник сажается. Смотри, где и в какую погоню. Ну, короче, у нас на самом деле на самом деле у нас не так уж часто выпадает такая же рана на праздник, на Йом, на Эмин-То-Виде. Какой такой Йом-То, в такую суровую жару. Нет, в любой из них можно выпасть, да? Я помню, мы на Песах, когда пытались ходить в Мертвом море, там был максимум годовой температур, там чуть ли не 40 градусов. Мы чуть не умерли там. Один из первых походов, которые Аня поустраивал. Мы никуда не дошли. Нас спасли. Ну, так, в общем, там все криво получилось. Ну, не верно, в общем. Короче, я к тому, что даже не всегда, имеем-то в виду, даже не всегда уж такие жаркие. Вот. Теперь мы перескакиваем на некий кусок гемары. на следующую страницу. Там Аштадзайз не выделяет отдельным Семанам и делает такой-такой ревах, как бы. И... Амар-Абьёда? Нет, Танэхада. Амар-Абьёда у нас... Где Амар-Абьёда? Я вообще не вижу, где... Нет, в том-то и дело. Мы перескакиваем на следующую страницу. Ламит Гимла Мудбе. 144-я по Штензайцу. И там вот у вас это где-то четверть или треть страницы сверху, а у нас это примерно две трети вот страницы Штензайца. Танэй-Хада там написано. Танэй-Хада Котму-Мэр-Яхбо Танэй-Идэх-Лойх-Тэ-Мэну-Ля-Ар-Яхбо Значит, ну, кто хочет попробовать Шмойер? Может быть, вы? Вы же отметили... Наташа, вы же отметили карандашик. Ай, на следующий. Давайте я вам покажу. Да, сейчас я вам покажу. Ай, это... Сейчас. Вот. Сейчас мне чуть-чуть... Вот. Сейчас я чуть-чуть сам забыл. Дальше, дальше. Дальше, дальше. Вот здесь. Танэй-Хада. Вот Мудр. Ну, как же. Иди, иди. Вот Танэй-Хада. Иди. Еще раз. Еще. Танэй-Хада. Вот здесь. Шмой-Лэ. Я могу прочесть, но... Дать объяснение... Давайте попробуем. Давайте попробуем. Танэй-Хада. То есть это одна прайта. Угу. Кум-то мори-Ар-Бо. Значит, вот так... Пальцы... Между пальцами выжимает и нюхает. Кум-то, я как понимаю, просто переламывает. Нет. Между пальцами это моли-Лё. Это у нас было в прошлый раз. Помните, да? Там что... Да. Есть разница. Когда он... Ли-Малей, как бы, можно. Да? По всем мнению, вроде бы, можно. Потому что ты, как бы... Ты, как бы... Просто снимаешь тот запах, который, как бы, на нем уже есть. Помните, это у нас было раньше еще по фактату. Как бы... А переламывать... Вроде бы, как образуешь новый запах. И там это... Тут есть сомнение. Перемал... А то окламывает веточку. Чего-то там и нюхает. Можно, да. Входит его запах, да. В Таня-Идах, другая Таня, говорит, лоик-Там-Кам-Тэму-Ла-Ря-Бо. То есть нельзя обламывать веточку, чтобы... Это вот та, которая приводилась выше, чуть выше. Там сказано... Моли-Лоу-Мар-Ех-Бо-Бу-Лоик-Тэ-Мен-У-Ла-Ря-Бо. Ам-А-Раб-И-Зэра, Ам-А-Раф, Хизда, Локашья, Ам-Ми-Вар-Хин, Аб-Кашин. Ам-Бар-А-Кин. Ам-Б-Кашин. Раф сказал Раф-Зэра по словам Раф-Хизды. Это не сложно, это не трудно. В одном случае говорится о мягких веточках, а другие о сухих веточках. Ну, о твердых, прежде всего. Я же не знаю, сухих... Скорее всего, речь идет про то, насколько большое усилие, я так понимаю, приходится применять. Да, что если они мягкие веточки, это му-ли-ло и кум-то почти одно и то же, да. Если это большая хрень, да, то как бы разломать ее это отдельное усилие, которое, собственно, избрещено. Не-не-не, конечно нет. Нет, понятно, что нет, литлош, это отдельный запрет, там вообще проблемы. Нет, имеется в виду, что у тебя в доме есть набор, ну, во всяком хорошем доме есть набор веточек разных запахов. У вас нет разных запахов? Ну, у всех же есть. Вот. И они... Есть палочка корицы, которая переломывается вот так, а есть палочка корицы, которая вылезает через калюту. Я боюсь, что палочка корицы – это уже ракошин. Она все-таки... Нет, ну есть... А ракин – это скорее, знаешь что, это, например, веточка розмарита. Понимаешь разницу? Сухую палочку. Ну, дело даже не сухую, но потому что там немножко разные действия. Ну, давай посмотрим, давай посмотрим. Розмарин легче. Ну, это тут, ну, может, не розмарин, я знаю. Ну, сухой, розмарин или влажный, розмарин, это разум. Ну, да, может быть, это, да. Бойцы, мы ракошиня. А это бывает, если легко ломается, но это будет через калюту, не переломывается. Да. Короче, сейчас, секундочку, давайте посмотрим раньше. Когда он говорит, кутму у мариях, он замечает, вафил или катхила. Да, вах лехлоц бушина в шары. Эла орха деминта на ка, де эн дерах ракин, ле такен лахацоц. Чего, чего? А, в этом смысле. Значит, он говорит, что, что, когда он говорит, что кутму у мариях, да, что можно взломать и понюхать. Да, афил или катхила, это совсем-совсем разрешено. Потому что в прошлом, в прошлой братье, ну, там, где мучили, в прошлый раз, там было сказано, что, что ее нельзя разламывать, но если разломал, потуроваль асу. То есть, запрещено, но ненаказуемо. Это, кстати, знаете, на что это указывает? Что значит потуроваль ассу? Это не дарабон. Совершенно верно, что это дарабон, она не дарабон. Совсем за это не дарабон? Нельзя. Нет, нет. Наказание за них только, опять же, дарабон. Понимаешь? Для них нельзя получить наказание. Вот те вот эти вот молкот, которые, как бы, говорят. Их нельзя жертву, нельзя жертву, как бы, потребовать. Нельзя убить, да, казнить нельзя. То есть, нарушение субботы праздника, это же, в принципе, смертная казнь, если это делается сознанием. Да? И тут очень большая разница. Если ты, как бы, если ты нарушаешь запрет Торы, или то, что признано запретом Торы, ты, извините, пожалуйста, бриться. Как бы, в смысле, это скилла. А если ты нарушаешь запрет мудрецов, у тебя в выборе, в крайнем случае, да, ну, кот-мордут это называется, порка за непокорство, за бут. Вот. То есть, за то, что ты им, как бы, ты их распоряжение не выполняешь. Но не более того, то есть, как бы, ничего, ничего другого. Это, как бы, совсем другое дело. Поэтому, когда они говорят патур, имеется в виду патур меденитура. Патур меденитура. Ну, а почему нельзя это делать с твердыми, да? Чем это отличается от того, что мы учили в Мишне? Это Мишна в Шаббат, где-то. Мы в Мишне научили, что может сломать человек глиняный сосуд, чтобы съесть содержимое в нем, но чтобы он не хотел сделать из этого обломка посуду. Значит, тут такая вот, если у кого есть Штензе, там на полях нарисована эта амфора здоровая. Питус. Объяснение, что это такая хрень, да, хранение всяких фиников. Грагород — это, если я не ошибаюсь, сушеные финики. Вот. Или я, если не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Прости, пожалуйста. Дело в том, что, опять же, потому что пишет тот же Сензе, он говорит, что она, эта штука довольно дешевая. И ее часто не дергались, как бы так аккуратно вытаскивать из этого все, а просто сносили верхнюю часть целиком. Я не знаю. Я не знаю. А чем она тебе не угодит? А чем она тебе неудобна? Так и не надо. Вот, и не надо. Сносишь весь верх и вычерпываешь оттуда горстями. А вот это ровно то, что они имеют в виду. Это ровно то, что они имеют в виду. Зато экологично, кстати. Ну, а же не пластиковая, а керамическая. Она с грязи пришла, а в грязь вернется. Ну, вот. Вот. Так, короче, значит, сносим вверх. Теперь вопрос. Вот если ты настолько практичен, как Аня, например, то ты постараешься снести вверх очень аккуратненько, а потом остальное использовать как что-нибудь еще. Правильно? Так вот этого ровно делать в субботу и праздник нельзя. Сносить можно, вскрывать ее как бы. А сделать это, а иметь в виду при этом использовать то, что осталось нельзя. Если разбил, то он бил. Если разбил, то да. Ну, кроме того, если это вторичное, то нужно писать, но нечего знать. Не, ну, да. Побить потом это на черепки, там, это можно, да, пожалуйста. Но главное, чтобы у тебя в этот момент, в тот момент, когда идет праздник, да, у тебя не было намерения сделать из этого утка. Сейчас, вот, 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 вот Раша пишет так. А что вы родам хавит, мы гуфа, да, мы гуфа, это тоже вот такая амфора, что же, что ешь багрогероз. Вы ухэль, ублевать человек, кавэн леяпот ашвира, леют ла лепей. Что ты его откли, да, чтобы он только не имел в виду сделать красивенькую, как бы, красивенький, ну, как-то, не борти, как это называется, край, как это называется? Как это называется? Пэ нару по-русски. Горлышко. Горлышко, совершенно верно. Да, вот, чтобы он вот это вот, вот это вот, то, что он снес, как бы не старался сделать красивенько, чтобы использовать потом как сахар. Вот, это, собственно, и есть то, что они говорят. Так можно. А он говорит, и получается, что это действие совершенно аналогично разламыванию хоть какой толстой щепки, да, потому что, ну, как бы, ну, всяк не больше усилий, чем снести горло у здорового амфоры. Я думаю, что непонятно. Что это, ну, еще какое-то горлышко, а потом тебе нужно сожрать все, что там не лежит? Легко, неудобно, возможно. Ну, ты там, да, скорее всего, да, там много гостей у меня на праздник пришло. Там все это сожрать. Потом сколько-то дней на храну, я не знаю, короче. Короче, вот, про быт я знаю чуть меньше, но, ну, тут, прямо скажем, вот так вот можно делать. Сухие. Сухие. Да. Братья. Да, братья. Да, братья. Сказали они оба, что ки Авинам, ки Раби. Вей Раби, да, бей Раби, да. Значит, они говорят, что они были у Раба-Ягуби, да, и он, что это не Шафаэх? Ну, судя по всему, вот так вот, да, он находит где-то, это в книге Эйха, русские находят этот глагол, да, короче, имеется в виду, что он Равилда отламывал кусочки от этой вот двойничьей палки и каждому раздавал кусочку. Несмотря на то, что эта палка была такая здоровая, что годилась на ручку для бараны, не для бараны, для мотыги или там какого-нибудь грабли. То есть через камень он ломал? Ну, как-то он, да, такая серьезная была дупинка, вот, он отламывал, значит, эти, эти мючьи палки. Вот, я про это представление не имею, может, какое-нибудь перечное дерево или что-нибудь? Перечное дерево как-то не росло? Во-первых, росло. Точно совершенно росло, я переводил просто недавно совсем, не знаю, не понимаю, просто правда росло. Пишусь, росло, перечное дерево росло в земле Израиля, точно, совершенно не знаю. Не, ну шо ты, какие-то виды, какие-то виды, может, нет, это ты с эвкалиптом сейчас спутал. Не, не. Однозначно. Эвкалипт, кстати, тоже душевный. В Талмуде есть свидетельство о том, в Талмуде есть свидетельство о том, что перечное дерево в Израиле росло. Вот, поскольку есть определенный Аллаху по этому поводу, это входит в Ширхат и Эрцесвайли, что она лоха-сэ-бак-люб, в том числе и перечное дерево. Вот, значит, потом по выявлеси, в Средние века пришлось в Китай таскаться, в Индию. Вот, сейчас опять есть. Не из Австралии, из Айла, из Перу. Ты хочешь сказать, что в времене Талмуда вы имеете в виду? Еще раз, нет, но какие-то виды перцев были же, правда. Они разные. Они разные есть. Нет, дело в том, что черный перец не растет на дереве. Черный перец не растет на дереве. Что она? Для черных перцев. Я знаю. Да. Не знаю, не знаю. Точно помню, что вот прямо совсем недавно переводилась трактация Юма, что перечное дерево, и у него там и цок, и там перьё. Грубо говоря, древесина на вкус такая же гадкая, как и плоды. Так что, опять же, этот самый трог, про него тоже самое известно, что у него цок и перьё. У него, наверное, тоже души, у всяких цитрусов, может быть, душистая древесина, нет? Я не знаю, я не пробовала. Короче. Может, я бы думал, какая-то ствол от деревянной. Может быть. Дерево все-таки из Южной Америки. Окей. Хорошо. Дерево, ладно. А, то, что у нас растет, это южноамериканский. Да, но черный не растет на дереве. Черные цитрусные. Может, они не растут с полуяна. Черный, я не знаю, не знаю, по-протому сказать. Я могу предположить, что у них был большой кусок, скажем, розмарина. Слова розмарина, от которого она... Ну, где ж такой розмарин-то взять? Какой-то древовидный розмарин. Я чего такого не видел? А, ну, может быть. Вот, не знаю. Я вот, честно говоря, плохо как бы... Да, да, да. Да. То есть, получается, что у нас не только есть Мишна, которая говорит, что, в принципе, ломать твердые вещи в субботу и праздники можно, но есть практика, да, известная, как бы... Известно, что некий Великий Мудрец, Равьиуда, это очень значимый эфидок, некий Великий Мудрец практиковал отламывание этих самых хашин. Да. Который отламывал и отдавал нам, ну, палочку за палочкой, каждому по палочке. А ват это, типа, палка. Афальга. Афальга, афде хазья лекатата донаргива хацин. Несмотря на то, что эта палка, имелась в виду, была хазья рауя, как бы, да, годилась для... Сейчас, кат это приклад, мне это приклад в голове вязать. Ну, это не приклад, это ручка для мотыги или граблей, или что-то вроде этого. Какого-то, скорее всего, орудия. Потому что было понятно, что они раха, а каша. В смысле, что, да, это такая здоровая, здоровая дубина. Да, альвата, это как Алла, да, в Лошономикра. Такая дубина, практически. Ой, а у тебя звонит майя. Вот, теперь он говорит, тогда получается, что предположение Раф-Зир и Раф-Хизды, что одна брайта относится к мягким веточкам, другая к твердым, вроде как не проходит. Потому что нам понятно, что твердые как раз разрешены. Дальше. Лукашья, А, Д, Раби, Элизов, все же. А, Раббанан. Это несложно, потому что это говорит один Раббелезов, второй Раббанан. Вот, теперь, значит, мы эти мишки сортируем теперь не по сортам дерева, которые мы ломаем, да, потому что по сортам дерева они не сортируются, любые палки по некоторой практике можно ломать. А по подходу, который, кто это все, кто все это говорил, да, одно из них, говорит Раббелезов, Раббелезов, судя по всему, говорит, что разрешено, да, потому что он вообще больше разрешает в этом смысле, да, потому что он, как у нас в Мишне. А другое, говорит, мудрецы, которые с ним спорят. Дитнам. Дитания. О, подожди, подожди, в Хамимум Рим. Значит, Раббелезов говорит, берет человек этот кусочек дерева, что лежит перед ним, для того, чтобы... Из того, что перед ним, это имеется в виду из того, что в доме, судя по всему, как мы уже поняли из месяца. Для того, чтобы прочистить зубы, мудрецы говорят, нельзя брать из... Можно брать только из того места, где содержится скотина. Нет, а вулс-сабдима, это, ну, декор мне дают, как это... Амбар. Да не амбар, а вот само эти ясли, вот эти вот, да, вот эти. Теперь, значит, почему, что, как это работает? А, видимо, я так понимаю, ну, я там Раши немножко читал, но, судя по всему, и по ходу предыдущих, мудрецы считают, что в основном любое дерево, которое мы обнаружим, годится исключительно для сожжения. Помните, у нас была такая телевизора? Вот, теперь он говорит, но то, что лежит в... То, что уже задано скотине, да, оно годится как бы до всего, до чего угодно. Вот, теперь... Извините, я шуткиночка, посмотри, вот так, черный на лозе, чтобы ты знал, что это телевизор. Не, а я не знаю, я против, может, я не про черный как бы переводил. Вот, вот смотри, не знаю, там про деревья говорилось, не знаю. А, может, там, даже дерево, по-моему, рисовали, надо бы посмотреть. Первый, первый, первую коллегу. Ну, не знаю, опять же. Может, они потом в первую завезли от нас, наоборот? Так, сейчас, секундочку, давайте посмотрим, как это все работает. Они говорят, что то, что брошено в ком скотине, то, что вообще годится в пищу, годится для чего угодно. Но дерево вообще, поскольку обычное его использование, это для изготовления утварей, ну, одно из обычных, то мудрецы на всякий случай запретили их вообще двигать, кроме как для растопки. Поэтому, значит, вот так вот они относятся к этому. Теперь, как это относится, собственно, к нашему случаю? К нашему случаю. И к нашему случаю это понятно, как относится. Да, то же самое. Получается, что мудрецы не позволяют взять даже эту благовонную деревяшечку и для нерастопки, как-то получается. А Рабелезер вроде как позволяет. Получается, что Рава идет по Рабелезеру в этой ситуации. Да? И Аллахат, судя по всему, пойдет по Рабелезеру. Откуда? Как бы не Рава, а этот самый Рабилда. Да? Откуда бы, наверное, если была практика у Вавиланян, то, наверное, так и Лаха и пойдет, пошла бы. Давайте посмотрим, собственно, Аллахту. Что-то понятно. Шумош въецей пасамин. Вот это какой-то шухан арух. Мутар вътрете въецей пасамин, где ареях баеем, а ухо леониз баеем, лехолея, гам лебарин. Комтан, котман баеяд, авал лу ба-кли, да? Можник разламут рукоин, ну, не каким-то инструментом. Вумолей въецей пасамин, леарях баеем, баеем, шем кашем, баеем шем раким. Можно их разминать, но это, если только это добавляет запах, я не очень понимаю, что это значит, добавляет запах, но не порождает запах. А, ну, например, когда они вообще не пахнут. Когда, видимо, если палочкой совсем не пахнет в разломанном виде, а в разломанном пахнет, то это называется леолидрая. Вот. И такое запрещено, а все остальное разрешено. Окей, это мы поняли дальше. Это Брайта там продолжается. Да, конечно. Иктымену все-таки. Иктымену, 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 иктымену. А-а-а-а. И они согласны, что нельзя ломать ее, и он ее все поломал для того, чтобы прочистить зубы и открыть дверь. Я так понимаю, что там такой засов, его можно просунуть в дверь и откинуть, я так понимаю. Случайно, забыв, что это шаббатский, там это не единственный шаббатский, или он может забыть, что это шаббатский, или забыть, что это запрещено шаббатский. Ну, запросто. Какие проблемы? Я вот, например, довольно часто не помню, какой это шаббатский. Ну, знаешь. Бывает, бывает. Бывает, бывает. Да, если он это сделал ненарочно. Ну, он должен принести жертву хотя бы. Да. Если он специально все это сделал, то ему дают 40 ударов плит. Плит, да. Так говорит Рабелеза. А если он того, что это сделал в шаббат? Ну, прям уж совсем ничего. Я думаю, что до смертной казни он не дотянет, а до карета вполне может дотянуть. Ага. Ага. Вы, кажется, его бы не говорили, что все хорошо, кроме того, что никто не знает, что это было так. Никто не знает, да. Ну, есть просто несколько версий, что значит никто не знает. Каждый, конечно, считает, что он знает. Просто их несколько разных. Ну. Чем быть? А, смотри. А, прикольно. А как это... А как это снаружи? В смысле... Нет, ну, а ты же не знаешь, а ты же не знает никто. Это же вещь, который как бы... А, типа, нарушение субботы, например. А, вот как. Нет, у нас сегодня не такой степень. Насколько я понимаю, два мейнстримных, как бы, два главных объяснения. Это либо человек умирает рано бездетным, или там дети умирают, там, если они... Либо он лишается будущей жизни. Так вот, насколько мне известно, это два главных соображения. Вот. А это говорит Деврей Робелезер. Так, так считает Робелезер. Робелезер считает, что если что-то запрещено, то это запрещено Турой. Да, вот этот вот... Вот этот вот разлом по палочке, чтобы использовать ее для чего-то там... Это... Это действительно порождение новой утвари, да, зубочистки или там... С помощью действия, а не просто ты ее с пола подобрал, да? Робелезер в каком-то смысле более либеральный. Но здесь он гораздо более жесток. Он говорит, да, что если ты ее просто подавал в пол, то ты можешь поговорять ей зубы. Ну, Деврей говорит, а, ты должен ее там... Короче. Помыть. Нет, помыть уже нельзя. Помыть это уже действие. Зор, ты куда пошла-то? Вот. А вот если он ее разломал, да, если она слишком длинная, чтобы использовать ее как зубочистку, и он ее отломил, от нее кусок. Он в чистом виде изготовил инструмент, зубочистку. Или инструмент-ключ, да, которым он открывает дверь. Да? Если он просто так откроет ей дверь, то ничего. А если вот он отломал, то это другое. И тогда он уже как бы наступил за притуры. Парабелезеру. А мудрецы говорят не так. Окей. Мудрецы говорят, и это, и это, только с точки зрения швут. Это не прямое нарушение. Да. В смысле, швут — это метка дорабонен, как бы, да? И то, и другое. А, я думаю, что не зубочистка и ключ. Я думаю, что и то, и другое, что они запретили. А, хотя, не, может быть, и зубочистка и ключ, не знаю. И то, и другое. Да. что они об этом действительно говорят все это из-за ну как бы из-за из-за постановления мудрецов которые которые увеличивают покой шут шаба драбона никаких хататов там не положено это то что называется патура варасу и теперь они говорят смотрите вот дальше окей там в этом случае да в том случае который мы только что обсуждали говорит здесь в нашем случае когда мы мы разламываем палочку для для нюхания мы же никакого инструмента не изготовляем значит он скажет на одну ступень ниже патура варасу это уже не за контуры то это уже джат хамим а мудрецы мудрецы которые там случае с изготовлением зубочистки говорили патура варасу да сбрещено здесь понизят еще на уровень и скажут мутар лякатхио очистки или ключа но если ты переламываешь вот только для того чтобы нюхать на это уже джат хамим не распространяется а ткан как бы и получается что вот когда они говорят ха раби лезера вы гарабона про наши про наши брайта имеется в виду что раби лезер как раз запрещает а мудрецы вообще разрешают мелькатхио это вопрос сейчас что насчет раби лезера что он скажет разве у нет лейтли это буквально а разве раби лезер не признает или не знает или не согласен лейтли нет у него того что мы учили в мишне вот эту ту мишну которая про бочку разве он не признает что она правит но если так не может быть обычно считается что все все мудрецы все это на ним согласны со всеми мишнает но могут лохлок ну не совсем мишнает нет не совсем нет 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 опять же неправильно то на и могут лохлок даже даже мишнает но как бы в принципе довольно будет странно если он не согласен с мишнает обычно это будет со мной мишне написано арабире звучит так вот он говорит а почему же собственно так амарабаши ки танья аи б мустаки да что такое мустаки я сам не знаю а это треснувшая бочка мустаки вот сейчас посмотрим что что раш пишет про это мустаки хайвит швура шами дабкін шевреа бесарав шерец шекурим шейф саф шоусим геймену зафет шекурим ото ришна решина резина но в рех доме в рех левуна в общем он долго объясняет что как делается клей для бочек но это нам на самом деле чуть менее интересно но еще на объясняет что это уже поломанную бочку которая замазана была вот этим вот самым клеем Ну, неважно, какие резины. Да, что? Вы сказали, что еще керамическое. Конечно, керамическое. Конечно, керамическое. Просто он говорит так, что для того, чтобы представить себе, почему Раби Лезер не предоставал против той мечты рабочих, если он держится таких строгих понятий насчет... Там же тоже, он говорит, они подчеркивают, что нельзя изготавливать клин. Но тогда он должен попасть в место по тура ва-ля-су, да? Ну, он почему-то туда не попадает, как бы, да? А он говорит, как мы можем сделать, чтобы он туда не попал? Значит, это была уже поломанная бочка. Если К приклеенная сверху, вот тогда Раби Лезер уже сдастся, да? Скажет, что так может. Если мы не изготавливаем сосуд. Резинный заклеенный. А если целый, то с точки зрения Раби Лезера должно бы быть нельзя. Да, получается. Счастливый заклеенный. Ну, вроде там. Или вытряхиваете из горлышка. Или аккуратно вытряхиваете из горлышка, да? А, это пифон такой в два человеческих роста, примерно. Ну, так, у него очень специально снизу на сквырке. Чтобы что? Он как речо обработает. Ага, в смысле так. Окей. Вроде разобрались. Ну что, кто следующий? Зоор. Он ... Он ... מגбав ... Мин вахачер. Да? Пиноват его банану. Мегбав мин вахачер. Он предыдует. Я не понимаю, что все, что он хочет, он не понимает, что он не делает цебурин, 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 что он не понимает. Ну, постепенно переводи зад, не поймешь. Это сметает, но как бы то, что было у нас в Мишне, да? Он может сместить со двора и сжечь. Считается готовым, да. Но это мнение Рабелезра там у нас было, вроде бы как. Да. Ясо, цебурин, цебурин. Ну, это кому довольно должно быть понятно. Нет, цебурин, цебурин, это не то, что вокруг собирается народ. Это он их не должен собирать в пачечки. Кого их? Ну, самому этому, который он со двора сметает. А просто только не собирайте просто сжечь? Ну, смести и сжечь, смести и сжечь. А не как бы, или смести в одну кучу и сжечь. Но не делать их в боковках, как бы. Ну, как бы не делать из них порционное количество. Да, потому что это уже, там будет тоже что-то, я уж не знаю, что он так приятно нарушит, прямо скажем, но... Ну, что-то явно нарушит. Да, понятно, что если делать порционное количество, то сделать только безопасное количество. Вот, вот я тоже подумал в эту сторону, да. Вараби Шимон Матир Беннай Ка Мэ Па Ор... О, Вараби Шимон Матир, да, это конец Брайты. Интересная мысль. Да, ну, у нас же, мне кажется, что у нас... А как это связано с муцией, интересно? Подожди, секунду, подожди, подожди, не гони. Не гони, да, посмотрим. Вот тут у нас есть июнь внизу. Раша как-то не мочит, не терится. И тут тоже не мочит. И тут не мочит. Ищтан Зайцович мне очень нам помогает. А зато внизу... Нет, там дальше, когда они скажут бумайками палги, они там тоже объяснят, но... Я посмотрю внизу. Вот как ватори шоним. Ши давар зе, но теле ши та та рыбам. Тупы рыбам. Раби. Шим Малехет. Да, я и смотрю. Да, да, я ровно-четал. Малехет Мавархи, дефка, כשהоспим דברים מבית, בבית גדולам, אבל в Маком Ахэр, аино Элла, что он мегабев, что ино Малеха гемора. Берушауми אומר по-пештут, что шитат Раби Лизер, хи, шицера Цибурим, айна Малеха Калал, хи, айфо, ледеврей Раби Шиман. Что когда мудрецы в Мишне, то есть они пытаются объяснить так, что когда мудрецы в Мишне писали, что нельзя сметать со двора, они имели, что нельзя сметать и собирать пучки. Потому что это, ну, нет, она все-таки тоже еще не закончена, но она уже до Мэли, как бы, это было почти. Я просто посмотрела там еще текст, и похоже, что да, это было. Ну, давай. И Махарбель, и Малая Зарина. Майка Мипалги. Ну, что это значит? И какого... Да, о чем они разошлись, о чем у них расхождение. Имеется в виду, у нас есть два симметричных оператора. Майна в камена, это говорится о понижении уровня абстракции. Они спорят о каких-то абстрактных вещах. Майна в камена сводит нас к разнице в Аллахе. В чем их идеологический подход проявляется на аллахическом уровне. Здесь наоборот. У нас спор про Аллаху. Оператор Майка Мипалги поднимает это на один уровень по идеологии. Чем обусловлена эта разница на идеологическом уровне? Да. Мехзи- Treka Mekhanef. Да. Да, 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 что это похоже на то, что он собирает это на завтра и на какие-то другие дни, да. Что это значит? Что такое гдера? Ну, Зор, да помни, что такое гдера? Котелок. Доказательством ему служит котелок, который висит над огнем. Он же не запасы сделает, он их подбрасывает в огонь сразу. Так что это не будет выглядеть, как сбор запасов. Еще раз, он имеется в виду, что он не делает запасов. Если бы он делал запасы, это было бы Махагмура. Да, это бы совсем было плохо. Но он не делает запасов, просто ему так удобнее делать стопочка-стопочка. А так он их сжигает все равно, раз за разом, как бы, под котлом. Он говорит, что те, кто запрещают, говорят, что все-таки, если из-за забора выглянет кто-нибудь, то он подумает, что он делает запас топлива. Все-таки ем-то. А то гдер нет, ну, они же сразу видят, он его кидает в огонь по котелку. Окей? Окей. Зор, не мучить больше? Да, Аня. Что? Ну, Аня меньше мучается. Они все-таки меньше мучаются. А, вот это самое интересное, про зарождение огня. Шелом. Почему? Потому что нельзя порождать. Да, потому что таким образом, иначе он не делает некоторое порождение ничего-то нового. А, все, мы там про проводу ничего не будем говорить. Обыдно. Потому что это очевидно. Ну, по всей видимости, да, прям вот совсем никто ничего не говорит. Обыдно. Берем или берем? Берем. В эльбе над ним это разница, мака, а, вы, амар, раба. Подожди, в чем вопрос заключается? А про черепицу, это что ее не раскалять? Да. Майка Авид. Что такое Авид? Нет, там же, это Ай, через Ай, через Ай. Что? Да, что, собственно, какую работу он выполняет? Майка Авид, что он, собственно, делает этим? Ага. 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 Здесь речь идет про новую черепицу. Ага. 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 Навальный. Ага. Ага. Имеется вовсе вовсе, что, что, вот у нас новая, новая черепица, да? Мы ее должны проверить на прочность. Проверяем, в частности, огнем. Ага. 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 Ее естественное, визой, зачем же там не с домом же я буду? Нет. Эта черепица, как-то груда черепицы или там что-нибудь цепи того. Но имеется, вот она новая, как бы, да? Мы не знаем, насколько она устойчива. И теперь, если мы ее начнем нагревать, она взорвется, бывает такое, то получится, что мы проделаем работу без надобности. Это тоже пристрашивает. А я так лично думаю, что получится, что мы выполним работу по ее проверке в любом случае. Это еще хуже. То есть, он говорит, что внешняя речь шла про новую. Да, 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 да. Чтобы расставил, какая разница? Он ничего особенного не сделал. Нагрел ее на огне, подложил в сторону, поставил на разбил на нее яйцо. Все. Ничего не произошло. А готовить-то можно? Да, готовить-то можно? Ну, я же ничего с этой черепицей для этого не делал. Если бы я ее ломал, не, не, нагрел, это не, этого мало. Если бы я ее ломал, тогда да. Это у нас было в прошлый раз. А у тебя получились клей? Это и так. А ну, и было клей. Черепица была клей. А вот сковородка. Ну, как и реально, все черепица или сковородка. Нет, они, видимо, имеют в виду, что если у нас есть цельная черепица, когда мы ничего не делаем другого, как бы, то она, она мухана, как бы, используется в этом качестве. Почему я могу потом на крышу ее положить? Какая мне разница? Еще раз. Еще раз. Речь идет, я думаю, кстати, возможно, в этом и разница между Мишной и Гемарой. Что, возможно, речь идет о том, что во времена Мишны черепица была черепица, а сковородка была сковородкой. А к временам Гемары это стало настолько часто в ее употреблении, под загрев на огне, под скаление ее на огне и поджарки на ней чего-нибудь, что считается, что черепица автоматически мухана льет сковородку. Да? И поэтому у Гемара возникает закон о недоумении. А что же ты такого сделал? Нагрел черепицу, разбил яйцо, бывает мало чего. Вот. Они говорят, а, так это новая черепица, он таким образом ее прокачивает. Я бы вообще считал, что он ее обжигает. Ну вот, а, и почему они не сказали, что она настолько новая, что еще не обожженная? Еще легче могли бы выкрутиться. Но даже так неплохо получилось. Он говорит, что он ее таким образом подвергает проверке. И даже хуже того, мало того, что она может подвергнуть проверке и не пройти ее. Тогда получится, что ты ее раскалял совершенно напрасно. Я понимаю, что это были просто керамические плитки такие. Да, это когда он был. Это очень много вещей для вас. Вот, я же говорю. И подставить. Вот, про подставить у нас там было уже, да, про подставить. Там надо было ее ломать на кусочек. Да. Так, что это значит? Нет. Нет. Он говорит, что первый прогрев ее очень сильно укрепляет. Я не знаю, почитать это обжигом или все-таки не считать. Ну, если это была терракотовая, ну, знаете, если она была просто просушенная на солнце, то это в чистом виде обжиг. Понятно? А это делает из него утварь. Что-то, ну, по крайней мере, некоторое завершение ее в качестве утра. И понятно, что это нельзя делать. Так, потому что те террепицы, которые были необрожженные, они, наверное, возложились за это время. Террепицы сохранились. Террепицы сохранились. Чем-то это более древние. Ну, черт узнает. Черт узнает. Видишь, они по-быстрому на их место сковородки использовали, а потом сразу на крышу обожженные. Так они не обожженные, все и перевелись. Вот. Окей. Это объяснение, почему нельзя такое проделать с новой черепицей. Окей. Да, ну, там. А там. Хули, где там? Где-то, чтобы выяснить на эту тему. То есть на эту тему какая-то похожая драги. Смешно даже я бы сказал. Так, это еще по травмированную курицу. Это вытянется за кадром. Ну, если вы посмотрите, и у Штензальца, и у Раши написано про курицу. Вот. Сейчас на маню переведят. Курица за кадром, повторяю. Курица это, ну, подлежащая, если это в пассиве, и прямое дополнение, если в активе. Если человек наступил на курицу, да, если человек наступил на курицу, или долбанул ее об стенку, или же наступила на нее, наоборот, скотина. И она теперь, значит, ну, в судорогах она, ну, плохо ей, короче, курица. Но если она выжила сутки, и тогда ты ее зарезал, она считается кашерной. Считается, что она не была нежизнеспособлена, что она умерла не от этих травм. Тогда, тогда у тебя будут сомнения, кашерная ли она? Это, конечно, живая. Э-э-э, живая, живая. Это еще пока не называется живая. Она должна доказать, что она живая. Что она вот это самое, еще подергивается, это же не значит, что она живая. С точки зрения кашерной темиасы, естественно. Вот, нет, а мы, когда вот мы учили, Вань, Анька же нам устраивала группу, ну, там, пару лет назад, мы учили трактаться на ядрин. Так, там еще интереснее. Там есть представление о человеке Трефа, да. О человеке, который еще ходит, говорит, и может убить кого-нибудь, но уже не подлежит никакой ответственности за это, потому что он мертвый. По факту. Вот так и с курицей. Ну, как, ну вот, если у него там, я не знаю, нет печени, например, да, то если вот он умирающий, буквально. Вот так и с курицей. С курицей еще хуже. В некотором смысле. С курицей, может, и получше, с коровой совсем плохо. Потому что там, как бы, там еще ты вскрытие делаешь, и смотришь, а не должна ли бы она была умереть от чего-нибудь, например, завтра. Если да, то это, конечно, ну, как бы... С курицей там чуть легче. Но у тебя здесь, как бы... Ладно, мы не учимся в атмосфере курицей, он довольно трудный. Но здесь, в общем, более-менее ясно. У тебя есть уже нанесенная ей травма. Вопрос, умрет она от нее, и тогда она не кошерна, больше не кошерна никогда. Или она не считается смертельной. Тогда ты можешь ее через день зарезать и съесть. Сейчас посмотрим. Действительно интересно. Давайте посмотрим. Эль-Азар, скажем. А, это вторая часть этой Мишны, да? Цивундрецы, говорят, что она... Аутопсию, да. Ирмия, наверное. А сейчас я посмотрю. Ирмия, да. Ирмия, да. Ээээ, сейчас. А почему... Когда ее... Когда? Когда она еще не умерла? Багаминай, ну, спросил. Ирмия, ой, раби заэээ. Раби Ирмия, ученик раби заээээ. Сейчас, дождите секунду. Можно ли? Да. Да. Так, вот это мало понятно. Это мы сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Раута – это от слова «ра». Давайте прочтем всего «ра», который к этому всему есть. И мы тогда хотя бы что-нибудь здесь поймем. Вот замечание этого Раби Лазара Барабьяная, да. Да, значит, они говорят, что даже после того, когда она выжила сутки, как бы после забоя, ей надо сделать скрытие, чтобы проверить. А то вдруг у нее, может быть, там большая часть ребер, или там позвоночник сломан, или там еще какие-то там трефод, которые перечислены в трактации пули. Вот. Да. Потому что это само по себе есть трефа, рису кайверы. Да, то есть, когда ты ее шмякнул, например, об стенку, то презумпцией считается, что она, что у нее там что-то повредилось внутри. И это, возможно, даже не видно будет при вскрытии, но она все равно будет. А если это сутки проживет, то она попадет в ситуацию хотя бы, ну, с точки зрения мудрецов, она попадет в ситуацию презумпции того, что она кшила, да, козака. А с точки зрения вот этого Азара Боробьяная, она пойдет как бы между презумпцией. Ну, то есть, в принципе, у нее будет еще и еще останется презумпцией того, что она мертвая. И тогда надо делать бадзику. Бадзика уже снимет это подозрение. Да? Читаем дальше, Рашим. Так. Железой ехад без 18 трефот, что некрой рисуковый варень. Да, куламба, фальпичей индустрии. Да. Воззегу симана. Им шахта мят лет, баяду, ашова, нитраскуя варя. Удаким леу, ларабонам миссинаи. Барисуковым, она хая мят лет. Авал, шарминай трефа, хая коль шат шнэм асар ходэш. Оба. То есть это еще такая травма хорошая. В смысле, что за сутки проверяются. А некоторые другие трефы, они год могут дать. Да? Я бы мог, если бы я понимал, что-то написано. Сейчас я пойму и переведу. Мау ле шахта ба ёмдов. Михай шынан, хуй иль ва цели ха бдиха, ва и тья лидба раута. Раута, это я так понимаю, что-то плохое. Да? Вроде того. Да, вроде того. Но это примерно то, что Арашик пишет. Багава, да? Ну, смотри, Аня. Если таким аргументом пользоваться, то ведь никакую хатину нельзя зарядить. Другую хатину можно найти строительную. Вопрос, есть ли у нее хазака, понимаешь? Опять же, презумпция. В какой презумпции она находится? Находится ли она в... А вот она прожила сумки. Находится ли она в презумпции того, что она такая же, как все другие звери, и их можно забивать ёмдово. Несмотря на то, что, конечно же, может обнаружиться трефа в любой ситуации. Или же нет? Я так понял, что... Вот об этом он говорит и Мехаскин. Да? Это про хазаку говорится. Да? Будем ли мы держать на нее, как бы, презумпцию того, что она плохая, что она негодная. Сейчас я прочту все, что Киража, что он по этому поводу пишет. Мишун хашаш и сур малаха ба ёмдов. Дильма мишта ках трейфа уненца шухота шелолицу. Это то, что мы говорили. Бешлма шар бьемот. Афаль гавда махмерин анавщин убаткинан. Милса мхинан аруба. Вров бьемот и нантрефуд. Ахамай. Он говорит, окей, да. Значит, именно то, что, ровно то, что я говорил. У обычного зверя, да, у изны скотины, есть презумпция кошерности. Да? Потому что большинство скотины кошерны. Ну, это даже не обязательно. Я даже не уверен, что это большинство там обязано включаться. Неважно. Живет-живет за скотиной. Ничего с ней плохого не происходило. Вот мы ее зарезаем, обнаруживаем в нее рак печени. Печень разложилась полностью. Скотина не жилец. Ну, что мы не делаем? Собаку отдадим. Там, бою продадим. Не знаю. Ну, вот. Это не кошерно уже. Ну, мы же не знали об этом ничего. Теоретически, как мы помним, вот у нас было это, было это в какой-то, в какой-то раньше. Мы могли бы ее вовсе не проверять. Да. Да, и раньше об этом, на это тоже нам намекают, что мы устражаем сами для себя и проверяем каждую скотину, хотя могли бы этого не делать вовсе. Это не визуализирует это вовсе. Что, про птикум? Про птикум? Про птикум, я думаю, не про птикум. Конечно. Еще раз, это мадрецы и закон тоже придумали, да, в теории про шкиту ничего нет. Понимаешь, как? Вот, это все Аллахаль Мушеми Синай, там, это все вещи такие. Вот, теперь мудрецы, мудрецы в нашем же трактате сказали, что если скотина чисто зарезана, по умочению кошерно, совершенно верно. Но евреи в какой-то момент решили, что мы будем всех проверять на всякий случай. Теперь, это как раз логичный ход того, что представляет дух Талмуды, да? Как бы, да, мы устражаем, но не просто так устражаем, не просто выбрасываем меня на помойку, да, заставляет внимательно разобраться в анатомии этой гадкой скотины, как я переводил про эти желудки, это же ужас какой-то был, когда Рамбом я переводил про вот этого, кажется. У них же четыре желудка, они, конечно, по-разному существенно называются. Ну, у коров, например, у рога, у скота, четыре желудка. Вот. И понять надо, какой, какой, значит, кто из них кто. Я там эту схему раздел, говядин там выучил наизусть просто. Вот. Короче, и каждый еврей, в общем-то, должен ее хорошо представить анатомию той скотины, которая, ну, ты сам, не только анатомию, но немножко физиологию. Ну, психология там это, на этот момент это не актуально, как раз. Сумасшедшая корова. Сумасшедшая корова нас не волнует, как бы, она жизнеспособна, она вполне жизнеспособна. Вот. Как и люди, что сумасшедшие, кто мне, себе, на улице пойдет сумасшедшим. Да, корова и так не отвечает за свои поступки. Я отвечаю иногда за ее поступки. Это бывает. Нет, там другое, соответственно, по-другому работает. Вот. Короче. Он говорит, да, и так, значит, у нас есть сильнейшая, в какой хазаке она приходит в этот емкость, да? Это курица. Значит, приходит ли она в той хазаке, что она все еще мешком ударенная? И есть оповышенная опасность того, что при вскрытии там что-нибудь обнаружится. Или же, или же нет, если она прожила сутки, то она считается, как все нормальные куры, и можно резать. Это вот суть вопроса. Да, Аня. Так, подожди, подожди, куда ты бежишь? То есть мы еще ничего не поняли, совсем. А, видно. Он говорит, он отвечает ему, отвечает ему наши же Мишни, да? Кто? Рабзейра. А Бигин у меня спрашивает своего учителя, Рабзейру. Он или не учитель, он или Талмит Хавер, ну, что-то такое. Он отвечает нашим Мишни, что им нельзя разогревать черепицы, чтобы на них жарить. Да. Какая связь? Сейчас, а дальше? Айвейнанба, это что-то еще? Айвейнанба, это значит, мы это обсуждали. В нашей Жагемаре, чуть выше. Мы это обсуждали, в чем работа. Да. Где там, что, собственно, он делает. Там имеется в виду много черепицы, потому что надо проверять. Стоп. Это в этом состоит ответ Рабзейра. Каким образом это является ответом? Проверять. Правильно. Слушай, Мишни. Проверять. Ну, да. Слушай, действительно, да, ты даже. Возьми гемарку здесь. Раньше бисос нельзя брать, раньше курицу нельзя брать. Совершенно верно. Да, да. А вы говорите, никакой, никакой разницы. Совсем ничего общего. Очень много общего. Что общего между вороной и письменным столом? Может, там какая-то такая даже загадка на кошерность? Письменным столом. Ну, по крайней мере, в том переводе Алиси, к которому я привык, было там так. Захадер, по-моему, ворона. А, ну, конторка еще, чей-то, или вы для конторка? Конторка, как, по-другольски. Амм... Какой-то есть план? Мишун. О, хумарь, хумарь, йом. Так? Человек лабнан. Ну, да. В общем, понятно. Макзаким ряута, да? Да, следует предполагать, во всех сомнительных случаях, следует предполагать, что там есть какой-то изъян. Ну, у курицы, понятно, треф, а у филипицы, значит, антреечная какая-нибудь, например. Как бы презумпция виновности. Ну, поскольку в обычный день нам пофигу, как бы, а в йомтов нам это будет лишняя работа. Да. Да, а дальше? Нет, подожди, а он им отвечает, арабирами ему говорит. Аммарли. Хасман. Матанэнли. Да. Ведь что, мы... Аммэ, да. Мы это учили, как по второму основанию, да? Что она таким образом укрепляется. Ламы дали, тому дали. Ближе к началу. Значит, и тогда нет ничего общего. Тогда между курицей, между вороной и письменным столом ничего общего нет. Между курицей и черепицей, да? Если речь не о том, чтобы ее проверяется, а о том, что в любом случае это ее как бы укрепляется, да? Ну, обжигает. Ну, в каком-то смысле, да. То есть, получается, что если учить про черепицу одним образом, то про курицу будет ответ один. А если про черепицу учить другим образом, то про курицу будет совершенно верно ответ. Ну, это, собственно, то интересное, что мы отсюда издакаем, на самом деле. Ашенька, да поэтому не будешь читать по Вильнюю? Наверное, как с морозом точно не будет. Понятно. Ну, почитай, пустой. Это все в субботу имеется в виду. Потому что это не про ем-то. Ем-то можно все это делать. Шмешно, да? Брайд все же. Да они вводят брайду обычно. А как будет смешно? Танам. Равные разные. Понятно, разные. Есть брайды, что если кто-то принес огонь, и кто-то принес дрова, и третий еще кто-то шофер погиб. Ну, как бы ставят этот котел на... И пятый насыпал туда специи, и шестой на бис. Помешивает. Помешивает, то все виноваты. Да, к каждому из них присуждается хата. Ну, каждый из них приступил, нарушил субботу. Они не все вместе придаст один хатат, а каждый из них по отдельности. Ну, практически, да. Сварил субботу. А, есть брайда, которые говорят, да. Вот только мешают. Только, собственно, варящий, как бы варила, виновен в варенье. Да, остальные там у них свои какие-то, может быть, проступки, а может быть, и нет. Да, то, что насыпал, насыпал перец в котел. Что он, что он такое сделал? Такого субботнего, антисубботнего. Как же дрова принес? Ну, принес дрова, бывает. Ну, думает. Ну, думает, но, как бы, а что тут думать-то? Кто говорит, тот и кто повар, тот и крайний. В таком халат, тот и доктор. Ну, я не знаю, что кто там командует. А, Лёв Касин. Нет, подожди, за огонь он отдельно будет хаять. А, но не за варку. Но не за варку. А, понятно, ну да. Творится все, значит, только когда он стал халат. Вроде того, получается так. Вот правильно, я когда ничего не помешу. А, смотрите. Расши пишет так. Расши пишет так. Нет, они имеют в виду, что они все-таки ответственны каждый за свое действие. Да, за разжигание, там, за перенос. Да, за рассеянные ответы. Нет, здесь степень-то одинаковая. Просто статьи разные. Вот. Срок тот же. Но статьи разные. Вот. А, там вот, видимо, а вот они, говорят, вон, дальше будут объяснять, что в чем там. Ну, конечно. Ну, да. А, он хая в околамп Тури. А, во, как. Нет, нет никакого противоречия. Тури, чем там говорится про огонь? Изначально, с самого начала. Когда, как бы, когда первые приносят огонь, тогда, тогда заряжается цепочка, как бы, вот тогда и формируется преступная группа. Потому что они все, каждый из них понимает, что сейчас мы делаем нечто запретное, да, мы, ну, и должны понимать, скажут, мы сейчас варим суп. Но если один принес воду, ну, что он такого сделал? Он принес воду. Другой принес дрова. Ну, и отлично, черт бы с ним. Третий там поставил, кажется, котел, котел это самое. Засыпал туда это самое. Но тот, кто зажег, тот и хаяц. Все это. Остальные-то ничего плохого не делали, вроде-то. Нет, ну так, а, нет, у нас есть противоречия. Как он объясняет, почему нет противоречия? У нас есть одна проекта, которая говорит, что все виновны, а другая, которая говорит, что... Поспать летний, да. Этот последний, тот, кто зажег огонь под котлом. Нет, не тот котел, конечно. Ну, видимо, да, да, да. Что не понятно? Да. Еще раз, потому что, если огонь уже разожжен, то все, что каждый, кто добавляет туда что-нибудь, понимает, ну, или обязан понимать, что они участвуют в арке супа. Некоторые запрещены в действии. То есть, в каких случаях виноват, один только в первом случае не будет за стражом. Да, но каждый, каждый будет уже дополнительно виноват. Он же, как бы, уже сам себя уже должен был. Вот уже горит, вот огонь, вот леет уголек. Некто принес дрова и подложил в этот уголек. Он нарушил закон? Нарушил. Некто принес кирпичи и поставил на них котелок. Он тоже нехороший человек. Ну, и так далее. А теперь наоборот. Некто принес котелок с водой и поставил на пол. Он что-нибудь сделал плохого? Вообще нет. Некто поставил два кирпича и поставил на них котелок. Ну, это несколько предусудительно, но тоже не очень страшно. Некто принес пару дровишек и положил туда. Он же пока ничего плохого еще не сделал. Некто засыпал туда вермишель и, как бы, сухофрук. Этот самый. Перец из Перу. Значит, ну, опять же, имеет право. Они же сухие, там ничего и происходит. Теперь, значит, пришел последний. Принес спичку и зажег этот огонь. Ну, и мы и предъявим все дела. Как бы, а там-то был наоборот. А эти, они так, типа, так просто так. А эти так развлекались. Играли. Нет, ну, в самом деле. Пока ты не нарушен. Ничего, ты идешь нельзя. Понимаешь? Ты можешь ему сказать. Ты можешь даже в некоторых ситуациях. Ты можешь сказать «патура валасу», но ты не можешь натянуть дзим Тора на тот глобус, на который он не натягивается. По закону Тора. Хаяв это только когда он приступил закон Тора. Пока он на эту красную линию не приступил, он не хаяв, он не может быть хаяв. Ты можешь сказать ему «принеси жертву за то, что ты принес котелок воды». Как он стал стоять. И вообще. Что? Вот в этой первой брайке нам говорят, что все виноваты. Да. Еще раз. Все виноваты, когда огонь уже зажжен. Но тебе это значит, что все виноваты, каждый виноват еще до того, как огонь зажжен. Почему? Первый брайца говорит «эхадме вита ур». Первый принес огонь. И вот после этого уже формируется преступная группа вокруг варки супа. Потому что всем понятно, что каждое действие будет нарушать закон Тора. Это же никто и не все остальные, которые присоединяются. Нет. Об этом я и говорю. Потому что каждый из них будет нарушать отдельный закон Торы. Сам по себе. Когда огонь принес, то он в конце. Есть триггер, который запускает запретное действие варки супа. Это разжигание огня. До разжигания огня никакого запретного действия в принципе не может произойти. в рамках варки супа. Субботний запрет относится особенно к варке. Запечению ее на огне. Никаких других запретных действий, там резко моркови, не является запретным в субботу действием. Салат можно. Соление этой моркови тоже не является запретным в субботу действием. Наливание воды в чайник не является запретным в субботу действием. Удивитесь. А вот постановка этого чайника на огонь, да, является. Ну, потому что, да. Вишлама кулву каави маасе. Маасе. Эла шофет это кдера майка ави. Ага. Они разбирают тот случай, когда кулам хэви, когда огонь принесен на череп. Вишлама это ну хорошо, ну ладно. Ну окей. Ну хорошо. Ну да. Все они какую-то работают? Они делают какое-то действие. Все, 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 все эти ребята что-то делают. Ну тот, кто вишит котелок, какую он работу делает? Именно. Амар Раби Шимин бен Лакиши. Аха бекбера хадаша, Ахаха бекбера хадаша асхим, уишум ливун раким Нагуба. Нагуба. Ааа. Сказал Раби Шимин бен Лакиши. Раби Шимин бен Лакиши. Тот же самый Раби Шимин бен Лакиши. Здесь речь идет про новый котелок. И он тоже, видимо, каким-то образом улучшается при постановке на огонь, имеется в виду. Это подобно обжигу этой самой черепицы, да? Мы... Извиняйте, уж не обошел из котелков точно не было. Это металлический вообще котелок. Первая готовка улучшает его, как бы вкус его, как бы... Типа прокаливает, да. Типа прокаливает. Да, не все и без воды. А котелок очевидно без воды, иначе он, понятно, сделал бы. И поставил бы котелок с водой на огонь. Там у нас какой в порядок? Да, точно. Шофет так дыра, а потом мевье там айн. Да, он сначала ставит на... А он же наливает ее уже в котелок. Он же не просто ее приносит. Да, но имеется в виду, что он налил ее в котелок. Потому что там нет этого человека, который ее нальет. А-а-а, тогда же он начинает уже готовку супа. Чеколок-то на огне уже ставит. Ашпарился он приятно. А? Он при этом ашпарился. Ну, это его проблема. Это его проблема, пусть потом несет нам... Это просто такая иллюстративная субья, которая показывает нам, как Аллаха может как бы применять... Одна и та же Аллаха может, казалось бы, в совсем непохожей ситуации применять, применяться. Тут мы сравнили эту щепицу с курицей, потом с котлом, потом еще может чем-нибудь сравним. Нет, серьезно. Это такая методическая суя. А вы запишите в виде в городе Афганистане? Да. Так вы читали его на прогулку? Ну, слышал. Он был богослов, между прочим. Так вы совершенно не знаете, что... Ну, он не совсем математик. Он все-таки математик, молчу, богослов. 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 Он был, да. Я... В театре, но он как-то не очень. Угу. Так, хорошо. Далее. Данур Банан. Данур Бакирайен Хадашин. А, Рэй, Эн, Кэхаля Килин. Кэхаля Килин. Кэхаля Килин, Килин, Ани, Талин, Бахацер. Абал Эйн Сахин, Аутан. Сахин, Аутан. Абал Эйн Сахин, Аутан Шенен. Вэйн Ташин, Аутан, Баматлин. Вэйн Мефигин, Аутан. Бэцсонэн, Тилэхасман. Вэйн Бэцсонэн, Вэйн Бэцшвилэй Ход Харэ Дэмитар. Говорили мудрецы. То есть есть тоже такая... Брайкин. Новая плита и плита. Нет, ну Танур это печка все-таки. Ну Танур это имеется в виду, что то, в чем ты готовишь во внутреннюю часть, а кираем на внешнюю. Новая плита и плита это такие приборы, которые нужно металлимом... Металлимом это в смысле металлим, от слова металлтель, да? Слово переносить. Их можно брать и переносить по двору, да. Их можно брать и переносить. В съемках имеется. Ну это то, что делают с маслом. Смазывать их маслом нельзя. Вот Раши пишет, для красоты, типа, для того, чтобы они блестели и были гладкими, и блестели. Ну я не знаю. Я не знаю действительно зачем, зачем я маслом попробую сказать. Ну получается так, да. Ну тоже так полировать их тряпочкой. Да, это обдавать, я так понимаю, холодной водой, чтобы укрепляться, чтобы они делались... Как бы закалять, да. А если все это нужно, чтобы они печат, тогда можно? Да, но это не требуется непосредственно для того, чтобы в них печь. Это виды улучшения самого инструмента. Так вот же, да, мы это, мы как бы в прошлый раз, в прошлый, позапрошлый раз мы говорили. Ну в прошлый, по-моему. Если у меня хлеб при этом выйдет достаточного качества, то можно. В смысле, то нельзя. А если без этого не получится то качество, которое я люблю... Ну помните там, мудрец говорил своей жене, ты уж мне, пожалуйста, на эту мишну ты лучше внимания не обращай, потому что хлеб мне нужен вот такой вот, как мудрец. Вот если хлеб выходит такой, как нужно, то и ладненько. То есть, это не надо ничего делать. А если не выходит, то может быть, можно и сделать. Потому что, да, это грань между приготовлением, собственно, пищи и починкой. Смору, как бы, с вами. А если, да... Вот они же говорят, как раз, как раз, заключительная фраза именно об этом. Вы им бешвили афот. А это мутар. Если это для того, чтобы, ну, там, жарить печь, не знаю что, то это разрешено. Он говорит, ля фига бешу... Это имеется в виду... Раш имеет в виду, что это имеется в виду пропоследнее, что там дают холодной водой. Потому что он говорит, ля фига бешу в ля фу, шиху скоро бе, вы хушэши лоти сарэ фа пат. Да, что я слишком сильно растопили, и он боится, что... Сгорит, хлеб сгорит внутри. Тогда можно ведром холодной воды ее обдать. Потому что... Зачем нам нужен пригоревший хлеб? А мне нужен пригоревший хлеб. Вот. Так, ну давайте еще эту... Как бы вот у нас... Ну, что... Чей рожь... Роглайм... А, нет, это... Да, ну да, почти. Так, все страннейше и страннейше. Да, были, были. Ваши лоти дальше все страннейше. Да, да. Значит, молгин... Вот у Раши написано, бородхин. Имеется в виду ошпарить. То есть, как бы, скотину мы, скотину, значит, забили. Бьем тут. Теперь пытаемся избавиться от волос. Ну, или даже перьев, да. Значит, можно обдать кипятком, да, обварить голову и ноги. А палить, ну, ее на огне. Да, мы говорим. Не знаю. Не знаю. Ну, это то, что делают Бахарсит и Басид. Ну, накладывают такую, как маску, а потом обмазывают, а потом откалывают вместе с волосами. Можно глиной, можно и звездкой. Лучше всего и звездкой, я так понимаю. Свидетая звездка, да. Ну, да. Да как, что-то. Ножницами не надо. А как же можно? Вот Баротхин, или Баур. А палить или ошпарить, да. Но отличается, почему? Посмотрим. Я пока не понимаю. Не знаю. Ерак, без спора. Ерак, без спора. Почему? так Нет, нет, это отдельная зелень, все, мы уже с жарким разобрались, теперь салат, ну вроде того, да, теперь у нас как бы про салат речь идет, что имеется в виду, вот Раша пишет, что есть Раши Алин, неркавин или хмошин, нет, это битиспорт, что занимает мина михубарь, что манда хазэй савар лекаман хай... что-то такое? что манда хазэй савар... что лактан хайом, а. А, понятно, значит, овощи нельзя срывать. А можно их срывать в предыдущий день, со стричкой, а их там состригают специальные штучки, ножичками, таким-то ножничком, вот. А потом, уже на следующий день, тебе нужно избавиться от всякой дряни, там, от подвинивших кормей, там, от всего вот этого. И ты их обычно отрежаешь тем же самым ножичком. Вот этого делать нельзя. Потому что у видевшего возникает ощущение, что ты ее сегодня и срезал. Ничего нельзя. Так, с этим вроде разобрались. А дальше... Наверное, может быть. Да, может быть. Вот, кстати, этот ураш, этот испорчий льер нарисован сбоку. Такие садовые ножнички такие. Вот. Вот. Что это для таких? Да. Значит, теперь фурнинг и кундас... А, нет, не фурнинг. Кундас и акобиот. Я не знаю, что такое акобиот. Наверное, это, может быть, каждый знает. Но это какая-то зелень, вот артишок, например, похоже, что кундас, это что-то близко к артишоку. А что такое акобиот, я не знаю. Это тоже какой-то овощ, который, если долго не варить, то он будет несвидобен. Ну, типа артишока. Вот. И вот это тикун, да? Это вот то, что называется здесь тикун, и это можно делать. В смысле, обрезать? Да нет. Проваривать. Где это? Угу. А в чем это проблема? Потому что есть шторох в тикунах. Потому что это длинная запарка. Не просто так сварить себе бульон, а это реально полдня варить. То есть можно их просто отварить, чтобы не испортить, не для того, чтобы съесть и сварить? Нет, для того, чтобы съесть, конечно. Нет, для того, чтобы съесть. Ну, он говорит, что, казалось бы, это дело очень долго и неприятно. И, казалось бы, праздник портить бы это не стоило, но, в принципе, это сделать можно. Ну, потому что если ты что угодно варишь в емдов, ты ничего плохого не подумаешь. Варить в емдов можно. А если вот этими ножничками начнешь это сам, то все поймут, что ты с этими ножичками только что на огороде копался. Пальчиками. Пальчиками. Ножиком. Может быть, и ножиком можно. Главное, что вот не этим специальным инструментом, потому что по нему сразу понятно, что ты как бы его только что сверил. Окей. У нас есть... Фурный все-таки. Мисекин? Разжигают огонь. Можно разжигать печь в... Фурный – это такая здоровая печка. Раша пишет... Это типа такая русская печь. Большая такая хрень из кирпичей. Не глиняная бочка, по сути, в которой пекут хлеб обычный. Для Раша это уже было обычным. В его центральной Европе уже примерно и так видно. Голландская печь. Я не знаю, Голландии тогда тоже не было. Но как бы... Россия тем более. Но печь была. И для наших краев обычная была все же печка глиняная. Внутри которой все это закипалось. А вот эта вот большая дрель, вот эта вот фурная, да, она была не... Слово греческое, я думаю. Вот написано фурнус или фурнус латинское или фурнус греческое. Это вот печь, да, печь континентальная. А у нас как бы она была сравнительной редкостью. И поэтому они говорят, что... Ну это же за парк, а протопить такую огромную хрень... Что, для того, чтобы хлеб напечь? Что? Думаю, что кирпичное, да. Вот. 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 Велокайшина латирха. Им ешло ухлим горбы. Дело саги лейбатанур, да. И если у него большая... Большая... Много гостей, то... Ему просто этого самого танура не хватит обычного тандыра. Вот. А нужно вот эту печь. И тогда это нормально, как бы, да. Что он запаривается протопить целую огромную печь. И подогревать хамин в... Здесь я не знаю, что такое. Сейчас посмотрим. То есть, это... Да. Тоже какая-то большая хрень. Большая бадья. Что-то по всему. Но нельзя разжигать новые... Не запечь в новой небольшой печь, чтобы она не... Расселась, как бы, да. Чем идти в хат, это... Что она лопнет. Что напрасно, да. Да, да. Потому что новая печка еще не проверена. Никто не знает, как бы, как... Может, тот, кто ее складывал, у него руки были все такие кривые, что ты ее раз остопишь, она и развалится. И лучше бы, чтобы это было не в емутах, грубо говоря. Но вот есть проблема с пользой новыми вещами, да. Потому что первое их использование часто воспринимается как БДК. Ну, по крайней мере, там, где она воспринимается как БДК. Это же про это, все про это, про это, про это уже субъект. Раз уж мы вывели Мишну на новую черепицу, да. Она была-то у нас обычной черепицы, Мишна. Но как? Но у нас обычной черепицы мы не понимаем, в чем запрет. Значит, нам нужно срочно как бы что-то с этим делать, да. Это я объяснял логику суги, да. Они, значит, разом поменяли эту черепицу на новую. И так, да, значит, зато засвистело по всей гемаре как-то. Да, потому что получается действительно вот то, что ты сказала, Аня. Что с новыми вещами есть проблема, а проблема использует. А новыми вещами, оказывается, даже непроверенная курица, как мы понимаем. Да, в этой ситуации. То есть, как бы, и даже туда это щупальца, щупальца этих новых, новые черепицы, которые новыми-то стали у нас только в гемаре, да. Они были еще не новыми. Щупальца протянулись даже до каких-то кур непонятных. Да. Проблема с проверкой в том, что может случиться, что это напрасная работа. В основном в этом. В основном в этом, да. В основном в этом. То есть, еще раз. Мы можем сделать проверку обычной скотины, например, да, которую мы скрыли. Не то, что мы ее сжали без проверки. Мы делаем проверку. И даже выкидываем ее, если обнаружено, что она треф. Но мы не закладываемся на это изначально. Да, потому что на, там, скажем, не знаю, на 20 коров только одна треф. Почему, собственно, смешно отличается только коровы, а только и дети? Что, конечно, чаще, но... Похоже на то. Похоже на то. Похоже на то. Я думаю, что... Нет, я не думаю, что это что-то деловато. Я думаю, что дело вот в чем. Я думаю, что у коровы есть устойчивая хазака того, что она здоровая. А у печки, у новой, нет никакой хазаки. Понимаешь? Она вот именно потому, что она непроверенная. Потому что проверка как бы входит в процесс изготовления ее. Да, понимаешь? То есть, это как бы завершение... В некотором смысле это завершение изготовления. Да. Отдел технического контроля это называется. Ну, это вот того, да. И тут ты понимаешь, боже мой, да вьем! Ой, 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 это как интересно. Это стекло, что ли, они? А, нет. Не, мехами. А, мехами, точно. Ага. А шофе, это они что, ротом, что ли, дули? Ну, может, через трубочку. Вот, я говорю, ртом через трубочку. Куда? В печку. Правильно. Ань, тебе в записи неслышно абсолютно. Беря трубочку. Для себя для себя. Не надо, не надо, не надо для себя. Это все правильно. Они раздувают мехами огонь. Вот этого делать нельзя. Можно раздувать ее через трубочку. А через трубочку, что-то необычно. Ну, пойму, что-то, чтобы сынули. Ну, да. Чтобы не мехами, прежде всего. Вэй метахмин, это шапун. Шапун, да. Вэй метахмин, это шапун. Вэй метахмин, это шапун. И не улучшают. Ну, да, не подчиняют, как бы, да, этот самый вертел, да. Но, а имя, вы рассказывали. Да, на раба нам. Эй метахмин, это канэ, лицлот, бо маляр. А вэль метахмин, это гос, де матлит, вэй пошишин шеми цикра. Ага, ну вот как. Вот про канэ мы уже более-менее говорили, да? Что нельзя расщеплять, да? Ну да. Нельзя расщеплять красник, чтобы на нем пожарить. Рыбу соленую. Помните, у нас была эта внешняя, это как раз было. Да, про папирус расстрелянный, про... Но можно расколоть орех? Угу. Завернув его в тряпочку. И мы не боимся, что он... Что она тряпочка. А, порвется. Угу. Потому что, в принципе, практически как бы оборачивать орех тряпкой, да, чтобы не разглядывался по всей комнате. Но от удара тряпка может все-таки порваться. Ну, или так. Но тряпка может порваться, что? Потому что опять же будет работа шеролек-сорых. Тряпочка порвалась. Тряпочка порвалась. Ой, low battery написано. Правда, 20%. Вот. Ну, вот вывел low power mode, например. Когда меня будет не видно. А нет? Все равно он будет 3. Вот. Они говорят просто... Они проводят некоторые грани между тем, что считаются частью приготовления еды. Например, разбитие ореха. Да? И мы все понимаем, что разбивать орех без тряпочки, это значит собирать его по всему дому. Так что мы лучше бы уже завернем в тряпочку и рискнем тем, что эта тряпочка может порваться. Ну, мы сделаем что-нибудь с этим деньгом. Ладно, что-то сказать. Где? Вот там вот сзади. Нет? Это уже не забывайте. Мы на самом деле можем закончить на этом, ребята. Я хотя бы закончу взять. Ну, давай, закончу. Октябрь. Поехали. Продолжение следует...